Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! Сегодня предлагаю очередной рецепт быстрой и экономичной выпечки к чаю. Это очень вкусные и нежные творожные рогалики. Уверена, что данный рецепт многим знаком с детства. Для этого рецепта я обычно использую творог, который замораживаю впрок. Кстати, это очень удобно, но, разумеется, можно взять и обычный свежий творог. Список ингредиентов вы найдете под описанием к видео. Творогу я даю разморозиться, выкладываю его в миску, добавляю масло из холодильника, сахар, сахар по вкусу, соль и ванильный сахар. Теперь тщательно все разминаю вилкой до однородного состояния. Добавляю часть муки и половину чайной ложки, без горки, соды. Размешаю, потом добавлю остальную муку и замешу тесто. Количество муки корректируйте при необходимости. Возможно, вам понадобится другое количество, так как влажность творога бывает разной, а также разной бывает и мука. Перенасыщать тесто мукой не стоит, чтобы рогалики были нежными. Готовое тесто разделю на две части и округлю. Затем каждую часть нужно раскатать в лепешку желаемой толщины. Я обычно делаю 5-8 миллиметров. Стол и тесто при необходимости подпыляю мукой. Далее разрезаю лепешку на 16 частей. От количества частей будет зависеть размер рогаликов, поэтому вы можете сделать их побольше или поменьше на свое усмотрение. Скатываю получившиеся треугольнички от внешнего края к центру. Кстати, если хотите, вы можете сделать рогалики с начинкой, положив вовнутрь повидло, мармелад. Можно взять кусочек шоколада или сделать ореховую начинку. Я смешала корицу с сахаром и обмакиваю туда каждый рогалик верхней частью. Выкладываю готовые рогалики на противень, застеленный пергаментом. Отправляю рогалики выпекаться в разогретую до 190-180 градусов духовку на 15-20 минут, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Смотрите на моем канале еще больше рецептов творожной выпечки. Например, пирожки из нежнейшего творожного теста с яблоками, рассыпчатые сочники с творогом, а также всевозможные печенья на основе творога и пироги с творожной начинкой. Готовым рогаликам даю немного остыть и посыпаю сахарной пудрой. Конечно, они вкусны как в теплом, так и в остывшем виде. Посмотрите, какой мягкий и нежнейший рогалик. Он получается таким пушистым и слоеным. Буквально тает во рту. Повторюсь, что этот вкус знаком многим с детства, так как этот рецепт очень старый, еще с советских времен, и я думаю, что ваши мамы пекли такие рогалики. Обязательно испеките, тем более это очень просто и быстро. И если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, а также пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео!